всем привет ребята с вами андрей канал сделайся сам сегодня пришло мне такое чудо вернее принесли его и у кисти hd 95 т2 до что это такое рамсат ох уж эти рамсаты как они мне надоели тя 9000 hd значит что с ним случилось не выдает никаких признаков жизни после того как электрики ремонтировали сеть многократно включалась выключалась электричество и тюнер вышел со строя перестал включаться перестал засвечиваться я так понимаю светодиод ну что для начала нам нужен тестер включаем на измерение напряжение смотрим что у нас по блоке питания есть дэнпа блок питания пол ампера по первичке так 5 вольт 1 и 5 ампера по вторичке плюс посрединке ну что берем включаем сеть подсоединяем к нашим щупам и измеряем выходное напряжение но так не всегда правильно конечно делать потому что дело в том что мы можем измерить напряжение вроде нам покажет что все классно напряжение нормальное но подключил к тюнеру может просто оказаться этот блок питания неисправный например у него высох электролитический конденсатор и без нагрузки он покажет нам 5 вольт а с нагрузкой скажем он покажет уже там 3 вольта такое бывало потому рекомендую сначала померить без нагрузки втыкнув штекер вот эти щупы а потом разобрать тюнер если все-таки окажется что 5 вольт он дает и подключенным тюнером включить и замерить на гнезде под нагрузкой что за напряжение ну и заодно осмотреть что внутри тюнера произошло и так щуп уже плюсовой внутри минусовой мы держим на поготове включаем подсоединяем и смотрим 5 и 15 видно да то есть без нагрузочки он выдает напряжение ну что открываем тюнер делаем внешний осмотр если ничего внешне выгоревшего нет подключаем тюнеру наш блок питания и меряем по нагрузочкой берем паршивые китайские наборчики с вот такой вот отвертышкой смотрим что у нас этот рамсатик целковский он еще совсем щупаем где есть отверстие вот чувствую есть ой сейчас наступит момент после которого я должен буду жениться на этой приставке о так ну и собственно выкручиваем так один есть здесь вроде больше ничего нет открываем не спешите ее отдирать со страшной силой потому что здесь еще где-то должна быть декоративная заглушка как и здесь было вот собственно наша заглушка и пытаемся выковырять это дело не так оно легко вынимается но понимается все есть вторая заглушка слушаем здесь я теперь скрываем для того чтобы вскрыть нужно взяться за это дело за крышку и отодрать это все дело так вижу индикатор чик не поставили жадная китайцы есть светодиодик так ну и делаем внешний осмотр очень внимательно осматриваем шимки наши вот вижу одну шимочку вот вижу другую шимочку вроде нет ничего криминального есть подозрение у меня что может проблема кстати с нашей памятью кстати память закрашена ну это мы как бы отмоем это не проблема так ну и вроде ничего такого за руна не видно ну что значит вот можем прям на разъеме померить вот видать один вывод вот другой под нагрузочкой это мы и сделаем так сеть он у нас включен до сих пор и измеряем и наш мультиметр вот к сожалению фокус не удался ну что смотрим кстати совсем не видать никакого свечения трогаем на нагрев и проверяем остальное питание остальное питание помните я вам говорил что меряем на дросселях меряем на вот этом стабилизаторе это по моему 1.8 вольта 1117 стабилизатор ну и вроде больше не вижу никаких других стабилизаторов здесь где-то должно быть 3.3 вольта 5 вольт само собой здесь идет и наверное еще какое-то напряжение типа 1.2 вольта проверяем напряжение меряем относительно общего вывода общего вывода общий вывод то есть минус сидит у нас вот здесь на корпусе вот здесь то есть цепляем где удобно вот например не очень удобно и сканируем что у нас на стабилизаторе 1.8 вольта должно быть есть такое дело вот на корпусе стабилизатора вот у нас на одном дросселе что мы видим 3.3 вольта есть вот у нас на другом дросселе 1.12 есть и он хоп и засветился представляете вот зараза этакая представляете он взял и засветился когда я померил вот здесь напряжение что это может значить почему же эта зараза запустилась как вы думаете что же это может обозначать это обозначает то что нужно проверить во первых все пайки во вторых скорее всего дохлые электрические конденсаторы сейчас проверим ух ты ничего себе он работал от внутреннего питания видите какие развитые люди я им не подключал реагируют на пульт все нормально все хорошо значит пройдемся по конденсаторам пройдемся по паечкам что то здесь да есть что характерно выдернул я питание опять включил первый раз появилась через несколько секунд второй раз уже не появлялась то есть вот видите на лицо какие то проблемы скорее всего с конденсатором здесь их не так много просканируем да тут есть еще один момент бывает что вот таких бочон очков нет стоят такие жирненькие рядом прямоугольные обычно конденсаторы вот здесь кстати видите есть места под них вот здесь вот здесь но их собственно нет что это за конденсатор это танталовые конденсаторы тоже большой емкости они заменяют вот такие электролиты вот собственно тот конденсатор из-за которого не происходил запуск вот он 80 микрофарад показывает и 4,4 ома ну изначально когда его выпаял он вообще показывал где-то 6 ом это он немного уже отошел он на 10 вольт 100 микрофарад запаяем сюда с запасом конденсаторы значит что у нас получилось получилось электрики не виноваты просто тюнер все время был в работе и когда питание пропало а видать раньше питание не пропадало не произошел нормально запуск если бы мы просканировали осциллографом мы бы увидели огромные пульсации из-за этих пульсаций нормально не запускался процессор и приставка просто-напросто не загружалась со временем когда оно постояло из-за нагрева электролитического конденсатора в нем происходят некие процессы благодаря которым уменьшается ESR конденсатора таким образом схема потом запустилась как вы видели у меня на видео как бы повезло но запуск очень и очень сложный происходил а было бы достаточно чтобы немного похолоднее было скажем у человека может там как раз экономия серьезная там 18 или 20 градусов соответственно уже при такой температуре будет ESR значительно поболее помните я вам говорил что чем ниже температура тем ESR у конденсатора увеличивается что нужно это учитывать при измерении ESR электролитического конденсатора так вот что меняем эти конденсаторы и все пойдет итак проверим электролиты в нашем блоке питания для полной очистки совести значит очень легко он разобрался винтик оказался вот здесь под наклеечкой так что все очень просто вот уже один конденсатор выпаян 680 микрофарад 10 вольт по выходу показывает идеально на удивление кстати да кстати не забываем разродить сетевой конденсатор блоки питания перед тем как начинать что-то проверять вот сетевой у нас на 6,8 микрофарад 400 вольт показывает 6,9 микрофарад и 4 Ом ESR для сетевого для сетевого конденсатора как бы это пойдет и для такого напряжения но конечно не самый лучший конденсатор а вот очень важный конденсатор 10 микрофарад 1,4 Ом показывает это конденсатор стоящий цепи первички по питанию шима так и есть 10 микрофарад на 50 вольт и он исправен от этого конденсатора зависит выйдет со строя шим или нет бывает так что он высыхает и шим идет в разнос то есть ремонтировать здесь уже нечего значит проверка блока питания завершилась успешно все электролитические конденсаторы исправны собираем его на место вот так интересно вставляется штырьки собирается это все дело и закручивается на этом считаю ремонт закончен сейчас соберу это все воедино вот такая лоховская неисправность можно сказать конденсаторы повыходили со строя от перегрева скорее всего или от плохого качества включаем наш мониторчик подключаем проводишки винтики стоят на месте декоративные заглушки установлены на место поехали так красненькие у меня здесь видео черненький аудио вот у нас антенна питание так все пошла загрузочка все отлично работает без вопросов вот все светится все огонь с пробуем ручное управление каналы плюс так нюшечка есть нюшечка все включается питание все выключается все чудесненько все светодиодик синенький перестал гореть загорелся красненький еще раз запускаем так перемигывает светодиодик загорается т2 горит синенький все отлично спасибо всем за внимание до новых встреч пока пока все